Добрый вечер, уважаемый трейдер компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Подписывайтесь на мой канал по ссылке в описании. Там я по понедельникам выпускаю свои обзоры, а также на неделе выпуская видео о том, как торговать прибыльно в платформе MetaTrader 4. А досмотрите видео до конца, я расскажу о новостях экономических, на которых можно заработать на этой неделе. Ну а сейчас посмотрим, какие я вам сигналы подготовил в платформе. Кстати говоря, очень много будет сегодня сигналов по сравнению с обычными выпусками. Приглянулось мне достаточно много инструментов. Давайте посмотрим австралийский доллар. Вот, как вы видите, я уже здесь отметил, сейчас австралийский доллар пробил уровень поддержки. Я рассчитываю, что будет при ближайшей коррекции вверх, будет отскок от уровня сопротивления, зеркального уровня сопротивления. Вот в районе цены 0.7165. Поэтому можете себе поставить оповещение. Да, это может не сразу произойти, но чтобы не забывать об этом и не следить постоянно. Можно просто поставить оповещение на смартфон, вам придет о том, как ставить оповещение. У меня на канале есть выпуски в этом. По евро-доллару. Сейчас движемся вниз, подходим к линии поддержки. Прямо сейчас, если успеет выпуск выйти, можете уже закупаться. Также я вот сформировал такую линию сопротивления в районе цены 1.1349. Можно будет тоже ставить ордера на продажу. И будет чуть повыше еще один уровень сопротивления. Это зеркальный уровень. 1.1368 уровень. Уже один раз себя отработал. Вполне возможно, еще раз отработает. Британский фунт стерлингов. Стремительно движется вниз. Ничто его не держит, кроме уровня Фибоначчи, который его встречает на пути. Это уровень 50 и 61,8. Значит, 50 это 1.3457 цена. И 61,8 это 1.3387. Вот в этом районе можно ожидать движения вверх, коррекции вверх. Поэтому ставим ордера на покупку. Евро-австралийский доллар. Сейчас недавно отбился от уровня сопротивления. Такого вот слегка восходящего. Мы видим, что подтвердило вот эту вот линию, зону скопления ордеров трейдеров. И теперь, если цена пойдет вверху, так я обозначил, при первой же коррекции, это будет зеркальная линия поддержки. Здесь можно от этой цены покупать. Это в районе 1.5888. Индекс доллара движется вверх к уровню сопротивления. Поэтому в районе цены 96-162 можно будет продавать. S&P 500 стремительно летит вниз. Весь рынок американский слегка проседает. Поэтому пока что рекомендации к покупок у меня нет. К покупкам. Но единственное, вот есть ближайший уровень поддержки. В районе цены 4273. Если все-таки кто-то хочет покупать, то от этого уровня можно ориентироваться. По нефти, как я говорил в предыдущем пятничном выпуске с Артемом Деевым, о том, что будет, скорее всего, после такого снижения еще одна волна инерционная, что сейчас и наблюдается. Гэп мы закрыли. И сейчас движемся опять вниз. Минимум был 84 доллара. Скорее всего, он может быть пробит. Доллар канадец. Прямо сейчас движется к уровню сопротивления. Возможно, прямо сейчас уже откорректируется. Может быть, еще чуть-чуть дойдет до верха. Можно подождать. Можно уже сейчас продать. Если раздробить, например, объем своей позиции. В районе цены 1.2651. Вот будет ордер на продажу. По доллару и японской иене также ожидаем корректировку от уровня сопротивления в районе цены 114.360. По рублю, как мы видим, идет взлет, как я и говорил на пятничном выпуске с Артемом Деевым. Рубль пока ничего не держит. Скорее всего, он будет падать, что и происходит. Если сегодня видел отчет Центробанка о том, что они приостановили покупку валюты, что, собственно, и следовало сделать. Уже пора ее продавать на самом деле. Иначе рубль улетит окончательно в дно. Поэтому можете присмотреться к покупке доллара. Ну и, собственно говоря, лучше вообще хранить деньги в доллары на счету у брокера. Ну и по золоту. Также, как я говорил в пятницу, что, скорее всего, будет отбой от линии поддержки зеркальной. Вот это так и произошло. Причем дважды. Вполне возможно, что произойдет и третий раз. Такая очень хорошая линия здесь нарисовалась. Вот такие вот рекомендации на эту неделю. Давайте посмотрим календарь. Ну, первая неделя достаточно спокойная. А вот начиная со среды, начнутся интересные новости. Это решение по процентной ставке Канады. Это пресс-конференция в Канаде. Затем будет в четверг решение процентной ставки ФРС и заявление ФОМС. И обратите внимание, что это будет ночью. То есть со среды на четверг. То есть по сути дела в среду ночью. Не пропустите. И вечером ВВП по Америке. Ну, а в пятницу также ВВП по Германии. Вот такие вот интересные новости нас ждут на этой неделе. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выпуски. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка будет в описании. Ну, и всем желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok